Власть, которую мы сейчас имеем, она в какой-то степени абсолютно обезглавлена. Потому что точно так же можно сказать и о тех лидерах политических, которые несколько конденций сидят сейчас в Верховной Раде, такие как Юлия Тимошенко, бывший президент, лидер ОПЖ и так далее. Потому что на самом деле во время эпидемии коронавируса сейчас потеряло значение у кого сколько лет опыта. Потому что ни у кого не было, никто не проходил через такие вызовы, никто не проходил через такие ситуации. И это применимо не только к украинским политическим реалиям, это применимо к европейским, к мировым реалиям. Поэтому говорить, что есть ли смысл власть критиковать, ну критиковать я бы не стала вообще употреблять это слово. Мы должны наблюдать, чтобы власть улучшала нашу жизнь. Это не критика. Мы улучшаем всю жизнь, нашу жизнь совместно для нас всех. Потому что сегодня они власть, завтра они не власть. Такие их дети будут, не будут жить в нашей стране. Но тем не менее, мы все проходим по какому-то циклу. И дело на самом деле не в критике, а чтобы государственный сервис улучшался, и чиновник выполнял свои функции лучше. Потому что неизвестно, кто завтра будет чиновник, и кто завтра будет получать услуги на свои деньги, на свои налоги. То есть, конечно, надо следить, чтобы все было в порядке. Но что я могу сказать, демократия не может становиться анархией в любом случае. И каждый должен помнить о своих правах, о своих обязанностях. И то, что сейчас происходит, допустим, в Киеве, реакция на полицейских. Конечно, очень много смешных ситуаций, бестолковых совершенно. Но мы не должны в публичном дискурсе взывать какой-то культуре. Это не время для эстетических вещей. Мы должны знать свои права, инструкции, предписания. И мы должны этим апеллировать. Мы не должны апеллировать к властям какими-то абстрактными вещами. То есть, в этом смысл.